всем привет друзья вы на канале воин и тут только самые свежие и интересные новости из мира бокса и мма выпуски на канале выходит каждый день и без рекламы всем приятного просмотра погнали в порта рико состоялся вечер бокса от ринг сити в главном бою которую украинский проспект первого среднего веса сергей богачук встретился с брендоном адамсом бой был рассчитан на 10 раундов однако не прошел всю дистанцию его итогом стала неожиданная победа адамса нокаутом восьмом раунде казахстанский боксер русан мадеев проиграл бой за титул wbo наба данилиту зорилий бой был рассчитан на 10 раундов и закончилась восьмом когда зорилия показал что мадеев ударил по затылку судья остановил поединок и раздельным решением судей победил зорилия поединок между саулем альваресом и билли джо сондерсом может пройти в неваде или в техасе в техасе бой может пройти на арене эти энти стадиум в арлангтоне также отмечается что в данном штате сняты все ограничения связанные с пандемией коронавируса второй вариант олегиан стадиум в лас-вегасе невада многолетний доминатор супер тяжелого веса владимир кличко продолжает поддерживать отменные физические кондиции даже несмотря на то что еще 2017 году объявила завершение карьеры время от времени кличко намекает на возможное возвращение в ринг британский журналист эдди магии уверен что даже на позднем этапе своей карьеры геннадий головкин не испытает больших проблем в бою джерналом чарла я небольшой поклонник оберегаемой карьеры чарла даже сейчас уголовки на достаточно навыков чтобы перебоксировать или перебить эту звезду журналист майк оппинджер опроверг информацию о том что геннадий головкин получил предложение о бою с джерналом чарла нет абсолютно никакой правды в интернет слухах о том что трипл жи предлагалась какая-то сделка по бою с чарла фальшивые новости 26-летний претендент на титул в первом среднем весе и с рейл мандримов восстанавливается после перенесенной три месяца назад операции на левом плече процесс восстановления идет хорошо и как сообщается в пресс-релизе скоро появится подробности его следующего поединка реабилитация проходит хорошо с нетерпением жду начала сборов надеюсь вернуться на ринг в конце апреля или начале мая своем крайнем поединке в августе мадримов завоевал статус претендента на титул wba и перебоксировал по итогам 12 раундов эрика волкера также кудротил абдукахоров изначально намеревавшийся в уступе 13 марта получил новую дату и нового соперника как сообщает издание боксин син 10 апреля в анкосвилле штат коннектикут 27-летний боец сойдется с канадским проспектом коди краули поединок станет частью шоу от пбс который возглавит другая пара полусредневесов сергея липинца и джарена эниса регулярный чемпион wba в первом среднем весе ирисланде лара планирует провести защиту своего титула 24 апреля против малоизвестного американца томаса ламаны джарон т.д. сможет провести поединок с обладателем титула wba в первом полусреднем весе марио барриусом переговоры стартовали а бой ожидается летом стали известной дата следующего боя доняра елеусинова и его возможный соперник по словам эди хирна елеусинов вернется на ринг в апреле мая этого года свою очередь за ринг сообщает что следующим соперником казахстанца может стать давид аванисян который в конце февраля совершил сенсацию нокаутируя в лондоне джоша келли бывший чемпион джозеф паркер полюбовно расстался с тренером кевином бери с коим сотрудничал восемь лет вероятнее всего боксер к этому подтолкнуло отсутствие развития и длительная череда невзрачных выступлений бери утверждает что причины в первую очередь географическая он теперь живет в лас-вегасе в то время как паркер большую часть времени намерен проводить в новой зеландии казахстанский боксер 1 среднего веса турсунбай кулахмет продолжает процесс подготовки к возвращению на ринг манчестере турсунбай опубликовал видео с спаррингов а также работой в зале а на этом у меня все друзья спасибо большое за просмотр напишите в комментариях что вы думаете обо всем этом поддержите это видео своим бойцовским лайком это очень помогает нашему каналу в продвижении на youtube и самое главное всем крепкого здоровья удачного дня и увидимся завтра всем пока в следующем выпуске